Добрый день, в эфире Радио Нарва, у нас в гостях Михаил Стальнухин. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Одно из последних новостей, которые мы с вами все читали, смотрели, наблюдали, то, что происходит сейчас в Таллине с Центристской партией. Все вокруг поднялись, что последние дни Центристской партии, Михаил Кылвард, судя по всему, может потерять свое руководящее место в Таллине. В парламенте осталось сколько-то, половину, не половину, сколько-то осталось. Это 6 человек там. Да, да, да. Ну, это пускай они там сами делят портфели, делят места, но теоретически. Центристская партия ушла, ну, к примеру, растворилась. Сейчас формируется в политическом ландшафте правая партия, Парам Польса. Я тут почитал статистику. Деньги, которые были выделены на поддержание тех или иных партий, Парам Польса, которые не входят в парламент, получила денег больше, чем все партии вместе взятые. Ваше мнение, вот, вообще, по сути этого вопроса? Про деньги говорить не буду, я просто не понял сейчас, о каких деньгах идет речь. Ну, пожертвования. А, пожертвования, добровольные пожертвования. Добровольные пожертвования партийным, да. Что Парам Польса, партия, которая не является членом парламента, получила денег больше, чем все партии вместе взятые. Ну, у них хорошие менеджеры. Что тут скажешь? Умеют работать... Я недавно... Ну, что недавно? Вчера вечером читаю новость про какую-то женщину молодую, имя которой, я даже выговорить не получается. Да, и вдруг выясняется, что она оказывается звезда всяких там каналов, 50 миллионов заработала на донатах. Я на нее смотрю и пытаюсь понять, кто она, что это такое. Она ничего из себя не представляет. Там, читаю описание, там, позирует, лежа в ванне с заклеенными сосками. И за это ей донатами 26 миллионов, 24 миллиона за посещение, я так понимаю, 26 донатов. Миллионов долларов в донатах. Вот что происходит? То есть, вы понимаете, вот она нашла свой способ, каким зарабатывать деньги. То есть, грамотно освоила рынок. Она поняла, чего люди хотят больше всего, за что они готовы платить. Значит, у нее толковый менеджер или она сама толковый менеджер. Вот у политической партии то же самое. Соски заклеил, сел в ванну и тебе понесли деньги. Михаил, у вас вечно какие-то ассоциации? Ну, что значит вечно? Ну, что там проститутка, что здесь проститутка? Ну, какая разница? Ну, вот нравится, да. Там, Ютуб, он такой, он скромный такой. Ой, мы против. То есть, все должно быть там политкорректно. И никакого этого самого шовинизма, чтоб секса... Соски заклеил. Я вам рассказываю то, что я вот читаю с вытаращенными глазами. Это крайне сложно понять, в общем-то, я так думаю, нормальному человеку. Но вот это явление есть. Оно есть везде. И точно так же партия представляет себя, ну, в данном случае уже не идеалом красоты. Да, вот и неги какой-то поэтической. А идеалом вот борца за ваши права. И находятся опять люди, находятся... В прошлом году они верили реформистам, позапрошлом году они верили центристам, еще раньше они верили Лару. Теперь, а почему бы не поверить теперь правым? А они несчастные, им на вот эту вот борьбу, им нужны денюжки. А давайте им перекинем. Ну, и накидали. Господи, кого это может удивить? Значит, в завершении этой темы. Я когда-то немножко преподавал в одном вузе. Я им преподавал практическую политологию. То есть, политология как наука, это сложнейший предмет, вообще так говоря. И у меня не хватит ни в жизни наглости преподавать именно теорию. Но есть практика. Есть практика, которая мне известна по книгам, которые описывают избирательные компании в Штатах, в Европе, в России. Есть огромный опыт. В общем-то, у меня за спиной почти 20 избирательных компаний. И хороший архив дома хранится. Я могу про Эстонию. И вот я ввел вот этот предмет. И типа лабораторной работы было в конце семестра первого. Найдите то, что ничего не стоит. И напишите план компании по продаже этого ничего не стоящего товара. Вот. И, например, мне принесли вот... Выходишь в любой карьер, а... Ну, лучше на берег моря у нас есть такие пляжи, которые усыпаны камнями. Просто тупо набираешь обкатанной водой вот эти вот камушки и их продаешь. Теперь придумайте компанию, как это можно сделать, чтобы вменяемые люди, ни разу не пьяные, чтобы они покупали. Что надо сделать, чтобы вот это... Я такого начитался. Просто прелесть, как у людей мысль работает. То есть продать можно все. А уж политическую партию... Ну, вообще не вопрос. Вот. Значит... Что касается центристов. Центристская партия, разумеется, нужна. Она нужна любому государству. В политическом диапазоне любого государства должны быть левые, правые и центристы. И если чего-то нет, это вот самолет летит без одного крыла. Нет правых. Вот как это было в СССР, да? Были левые. Была коммунистическая партия. Все. Других вариантов у вас нет. Это значит, что то здравое, что может содержать в себе капиталистическая экономика, ну, отношение к тому же искусству, литературе, кино, да, может быть, там чуть-чуть подправить надо было что-то, чтобы избавиться от вот этого постоянного бунта и творческой интеллигенции, например. Кому он нужен? Вы посмотрите, как при капитализме устроено. Платят нормально, они молчат, снимают фильмы, пишут книги. Все хорошо, всем все нравится. То есть вам надо было взять на вооружение чуть-чуть приемов с другой стороны. Для этого, ну, вот всегда вот это должно быть. Всегда должно быть. Мне интересно, что вот, кстати, вот это, например, если сейчас я не отстал от жизни, я в последнее время не так много трачу времени на всякие новости и все такое прочее, но в свое время, по-моему, в Российской Госдуме были приняты какие-то квоты, ну, типа, там, понизили, там, процент для попадания в парламент или еще что-то. Я могу ошибаться, извиняюсь заранее. Или вот есть такой пример. Я в 99-м году был в Албании, где оказалось, что у них в стране греков, имеющих албанское гражданство, ну, это те греки, которые не приехали, а вот они исторически всегда в Албании проживали, их где-то порядка одного процента, но под них забронировано 5% мест в парламенте, то есть они обязательно у вас там должны быть. Греция же рядом, соседняя страна, и пусть вот эти вот греки, пусть у них будет право слова, а единственное право слова, которое у человека, которое может реально воспринимать, оно в парламенте, где то, что ты говоришь, защищено законом, тебя не могут за это наказать, и пусть ты говоришь вещи, которые не нравятся этому правящему классу, не нравятся вот этой системе, но у тебя есть эта возможность, и она должна быть. Вот, то есть, завершим вот этот тезис. Партии нужны разные, правые, левые, центристские. Вот, все, что входит в рамки конституции, вот с этой вот гарантией прав, начиная от прав человека до права на защиту жилья, там, защиту семьи и все такое, это все должно вот распространяться на общество, это можно сделать тем способом, чтобы было вот это представительство. Но что вы будете делать, если у вас под знаком, ну, например, давайте уж совсем такой крайний пример, чтобы всем было понятно, если у вас под знаком коммунистов, к власти будут идти откровенные нацисты. Вот я был в 2011 году в России на выборах Госдумы наблюдателем, я был в Петербурге и Кронштадте. И я очень много, вот вся наглядная агитация и все рекламные материалы, я их собирал. Я их просто собирал, привез с собой, папочку отдельную сложил, естественно, я все это прочитал. Вы знаете, если бы там не было написано, что это коммунистическая партия России, или как-то она там называется, вот то, что я из Кронштадта привез, это было кино и немцы. Это тихий ужас. Они свою конкурентку одну, я до сих пор помню, я никак этому объяснению найти не могу, но я помню, как я все-таки снял вот этот, чтобы в архив себе положить листовку, в которой конкурирующую кандидатку обвиняли в колдовстве. Она ведьма. На полном серьезе, Виктор, на полном серьезе. А вот это вот, когда в поисках дешевый какой-то, ну вот, приди, ну проголосуй за меня, ну пожалуйста. И вот эти вот разговоры про пришлых, которые с гор спустились. И это позволяет себе кто? Коммунисты. То есть, когда у вас фигурирует название, коммунистическая партия, это вообще не факт, что это коммунисты. Завершая вот этот период, вот были коммунисты, которые за свои идеалы, вот они на фронт шли, они подвиги совершали, не погибали. А были те, которые спустя 30 лет начали строить себе особняки, отгораживаться от народа высоким, то есть называется по-прежнему, а по сути, что-то совершенно другое. И вот здесь я боюсь того, что вот та центрическая партия, в которую я вступал, и это была партия центра, именно потому, что так по-эстонски называется кейс-класс, средний класс. Это была партия среднего класса, и главная цель ее состояла в том, чтобы увеличивать вот этот средний класс. Такая партия нужна. Она нужна. Но вот то, во что она сейчас выродилась, вот такая партия, никому не нужна. Нафиг. Там весь вопрос упирается, вот этот останется мэром Таллина или нет, а вот это останется депутатом Европарламента или нет. Или ее поменяет вот этот, который был так себе премьер-министром, но все-таки заслуженный человек, и хочет теперь в Европарламент. Кому нужна эта партия? Да ехала-болела, Господи! Вы мне-то что говорите? Ведь то, ради чего я в партию пришел, а этот вопрос решался не мною лично. Ко мне приходили, значит, предлагали вступать в партию представители как минимум трех партий. Я тогда работал в этом самом языковом центре. И потом у нас было целое собрание на работе. Мы сели в своем столовке своей и вспоминали, кто что говорил. И было принято коллективное решение, с которым согласились все. Из тех, кто был, самое серьезное впечатление произвел Сависар и Килуаря, с которым он приезжал, и их взгляды нам близки, и вот то, что они говорят, и про обучение. Это было осознанное решение под конкретно, вот под программу, под направление действий, которые тогда у партии были. А сейчас что? Борьба за власть? Без какого бы то ни было наполнения вот содержанием понятным людям в Нарве, на Северо-Востоке, да и в Таллине. Это вы, центристы, поддерживаете переход школ на эстонский язык? Это вы, те, кто аплодируют, когда сносят памятники красноармейцам? Да какие вы, к черту, вы матери центристы? Вы уже просто вот хвостик, реформист плохо застегнул брюки, и у него хвост торчит из штанов. С другой стороны. Вот это то, что из себя представляет сейчас центристская партия. Поэтому центризм нужен и нужна действительно партия центристского толка, но не такая, как она есть сейчас. Она выродилась, она превратилась, я бы не скажу, что в прямую противоположность самой себя, но по сравнению с тем, что это было 20 лет назад, это просто пустое место. Вот. А то, что центризм нужен, я вот эти слова произнес и вспомнил, что в свое время я серьезно очень изучал программы разных партий, и эстонских, и европейских, и российских. Я помню, как я обомлел, когда открыл программу ЛДПР. Ну, молодым зрителям объясним, что это либерально-демократическая партия партия ЛДПР России, которую основал и лет 30, которой руководил Жириновский. Владимир Вольфович. Владимир Вольфович. Там первая строка звучала так. ЛДПР- это партия центристского толка, после чего у меня просто вот все. То есть, я потом прочитал, но вначале у меня была тихо, просто истерика. То есть, настолько разные явления, казалось бы, да. Это вот последнее, о чем стоит поговорить. Оказывается, партия центристского толка, это центристская партия в Эстонии и ЛДПР в России. Вы посмотрите, как много зависит от лидера. Вы посмотрите, вот практически вот ну не стало с Ависсара и все и прекратились какие бы то ни было возможности вот для выхода на центризм как политическую идеологию. Вот объединение людей для того, чтобы достичь власти, дать им возможность под какой-то маркой достаточно популярной, в обществе заниматься вот этой политической работой. Да, это есть. Это осталось. А все остальное идеалов нет, целей нет, осталось только любой ценой сохранить власть или надыбать себе теплое местечко. Значит, такая партия точно нафиг не нужна. Большое спасибо, Михаил, за ваше интересное мнение. Каждый день происходят оригинальные в кавычках сказать шаги со стороны той или иной политической партии, а какие высказывания. Я вот, когда мы с вами обсуждаем какую тему, то иногда сдерживаешь себя, как на это посмотрят, как или еще. Я просто пытаюсь сейчас привести пример реформистской партии, когда руководитель партии, премьер-министр Эстонской Республики, своего же однопартийца называет аппарат для минеральной воды или что-то такое. Меня это просто вообще, конечно, шокирует. Значит, какая тут партийная система? Это, смотрите, если у вас есть твердые сторонники, убежденные сторонники, понимающие, что вы делаете, для чего вы делаете, вот у меня, мне кажется, таких сторонников здесь выдавируем порядка трех-четырех тысяч человек. Выборы показали. Да, вот, то есть это те люди, которые понимают, что ты там не грушу околачивал, а занимался делом, и большинство из них, я думаю, даже могут это объяснить. Это, это, это один уровень. Вот, тогда тебе надо развивать, тебе надо работать, развивать вот эту группу, вот, двигаться в этом направлении. Они не поменяют просто так свое свое решение. Я хочу напомнить, как долго уже не находясь в активной политике удерживал своих поклонников Сависар. Даже при той череде там совершенно ненормальных скандалов, судебных дел и всего прочего, и даже когда всем было ясно, что по его физическому состоянию он не в состоянии будет работать, и все равно он находил поддержку. вот. Это одно крыло, это с одной стороны, а с другой стороны находятся люди, которые вот там, значит, ну, ну как, блин, вы меня опять будете ругать, но я ничего поделать не могу. Я вот, когда об этом подумал, я сразу представил себе, как вот на картинках, на видео, где-то вот, вот, глисты, вот они копошатся, да, очередная, да, и вот ты с кем-то вот из этих вот белых червячков познакомился, только познакомился, вжиг, это он, не он, кто это, и, и чем он отличается вот от этих вот всех остальных. Поэтому, то есть, вы его будете узнавать, только если он постоянно будет на виду, как только он в толпе себе подобных растворится, вот в этой, в этом комке, да, паразитов, значит, вы сразу про него забудете. Они все, я извиняюсь, на одно вот это вот, что там, лицо или что. Лицо, пусть будет лицо. Поэтому, когда основано не на том, что ты делаешь, а на том, как ты выглядишь, как ты ругаешься, как ты себя ведешь, по-хамски там или как, когда вот на этом освоен, вот тогда работает, что плохая слава или хорошая слава все равно. Главное, чтобы тебя упоминали. И тогда вот то, что кто-то там где-то пьяный за рулем попал, еще что-то, это все то, что можно потом монетизировать. Главное, чтобы имя было на слуху, потому что этих имен несколько сотен у нас здесь в Эстонии тебя же просто забудут, если тебя не будут хотя бы ругать. Принцип здесь такой, любой ценой попасть на первую полосу. Кроме некролога. Кроме некролога. Хорошее замечание. Вот. Поэтому вот, а это становится линией поведения, это становится натурой второй. Она не уважает людей, если это неуважение подспудно где-то до какого-то момента выплескивает, и вдруг она понимает, что она может говорить все, что угодно, после этого ничего не будет. Ну и кто бы не расслабился в такой ситуации? Говори, что хочешь, да ничего тебе не будет за это. Все нормально. Все хорошо. Вот. Так что, я даже не знаю, зачем вы вот как бы это здесь как примером привели. Мне кажется, Просто это как пример партийной системы, не знаю, там работы, руководящего. Это просто позор какой-то. Это пример, который показывает на каком уровне было воспитание детей в семье Каласов. Вот. И точно так же, как он относился в те годы, когда был функционером коммунистической партии Эстонии, значит, как он относился к людям. Это же все на детей липнет. Они же не то, что видят и анализируют, они это впитывают, они просто понимают это как делай как я. Вот. Ведущий и ведомый. Они в паре летают, и точно так же ребенок ходит за родителем, а тот крылышками помахал, и это сигнал делай как я. и он будет делать, как делает его или ее папа. То есть, это вот идет оттуда, из детства. Вот. Мало было сметаны с сахаром, надо было лучше кормить дочку. Спасибо, Михаил, за хорошие комментарии, как всегда, оригинальные. Будем посмотреть, что будет твориться, как говорится. Посмотрим. Хотя, ладно, будем сохранять оптимизм. До свидания. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...